Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет прошу следующий вопрос. Можно ли украсть у богатых и раздать бедным? Не грех ли это? Хорошие вопросы, потому что, как оказывается, достаточно много хороших людей, православных христиан в том числе, считают, что рыбингудство вполне благословлено. Если не церковь, то, во всяком случае, собственной совестью. Ведь это так здорово же. Забрать у тех, у кого много, и раздать тем, у кого мало. Забрать у богатых, раздать бедным. Такое себе благословенное революционство, революционерство, которое наша страна подсела в 1917 году и отголоски, которые по сей день мы с вами исправляем, реконструируя храмы, напоминая новомучеников и споредников российских на каждой божественной литургии. Но посмотрите на наш кинематограф, посмотрите на клипы, на тексты песен, которые популярны в народе. Чуть ли не нормой стала возможность украсть там, где плохо лежит. Особенно возмущаются православные христиане, когда говоришь, что качать с торрентов грех. И тут взрывается все у всех. И говорят, да как же так, это то же самое, что дать книгу почитать. Вы ничего не понимаете. И на серьезных щах говорят, эти корпорации так много требуют денег за эту программу, за просмотр этого фильма, за скачивание этой музыки, этих программ для телефона или для компьютера, что и не грех у них украсть, с них не убудет, нам прибудет. Даже если у тебя средства есть на то, чтобы купить, то ты считаешь себя таким хитрым и талантливым мистером Рипли, который смог обхитрить систему и сэкономить пару тысяч рублей или пару сотен рублей, пользуясь нелицензионным контентом. А то, что правообладатели возмущаются, засуживают, то, что Роспотребнадзор или как там его один за другим закрывают, и все эти сайты раздачи торрент-материалов, это никого не смущает. Да, нет, не воровство, нет, мы просто делимся. Удивительно, на самом деле, явление, и над этим стоит подумать. Я понимаю, что не каждый из вас готов не пользоваться или не талантливным оборудованием, не смотреть фильмы онлайн на пиратских сайтах и не скачивать что-нибудь взломанное или крякнутое, а кто-то считает это даже достоинством. Ну, куда же смотрит наш кинематограф, который облагородил воровство? И когда ты смотришь огромное количество фильмов и болеешь не за полицию, не за закон, не за прокуроров и судей, а болеешь за, собственно, негодяев, которые пытаются у кого-то что-то украсть. Перевернутый мир, на самом деле. Странное время. Мы живем в удивительную эпоху, и это нам аукнется, потому что воровство считается тяжелейшим грехов из всех. Знаете почему? Помните историю с Иудой, который предал Христа, которым апостолам Богослов говорит, что сатана вошел в него? И он же пишет, почему вошел? Ведь неспроста посмотрел на одного, на другого, на третьего, на кого захотел, в того и вселился. Нет, потому что тот был вор. Воровство — это медленное убийство, на самом деле. Любого человека, который оказывается на твоем пути. А когда весь мир крадет и считает добродетелью кражу, когда плохо, если у меня украли хорошо, когда я украл, то к чему мы идем? Мы идем к апокалипсису, к уничтожению мира всего, со всеми его ценностями. Но, к сожалению, он придет в наши семьи намного раньше, чем на всю планету, если ты так живешь и думаешь, что благословенное Робингудство узаконено обществом и твоей совестью деянием. Так что призываю вас не воровать ни простым людям, ни чиновникам, ни чиновникам у простых, ни простых у чиновников. Бандиты, сложите свое оружие, перестаньте грабить, как богатых, так и бедных. Просто прекратите воровать. А кто никого ничего не ворует и так на исповеди говорит, ой, батюшка, ничего не украла. А вы со своими друзьями, подружками, родственниками не были по три, по четыре часа готовы говорить о чем угодно без остановки. Ведь кража времени – это тоже грех, и грех серьезный, между прочим. Помимо времени вы еще душу выматываете у тех, кто вас внимательно слушает, и уже просто взрывается голова у слушателей. Поэтому не будьте беспощадны к тем, кто относится к вам с уважением и готовы выслушать все, что вы говорите. Давайте поменьше осуждать тех же воров, поменьше говорить о своих проблемах и болезнях, побольше узнавать о жизни других людей, которые с тобой сейчас разговаривают, а не говори только о своей. Говорить о чем-то хорошем, радостном, что принесет человеку утешение, мир и радость. Что еще добавить? Воровство – грех. У богатых воровство – тоже грех. Можно было от одной фразы это ограничиться, но объяснить же тоже наш почему. А вот потому что любое воровство – грех Иуды. А Иуда – тот человек, которому лучше было бы и не рождаться, как говорит Спаситель. Подумайте, не живем ли мы так, как Иуда, и мы, оправдывая свои поступки благими намерениями. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok